Успокойся, не ешь больше. А потом они еще мне говорят, там сколько взрослых порций, что куда в него влезло, он в следу такой, ну, не то чтобы, знаете, такой себе, среднего телосложения. Но оставили его на ночь, Бог помиловал его и в этот раз, ничего с ним плохого не было, вот, от того, что он много съел, значит, и, ну, последнее, что, значит, мне, когда уже там офицеры отдавали документы, значит, там, следователь сказал, что, ну, если что-то обнаружится, то сообщим вам. Вот, а, а врач сказал, оставим больницы на ночь, может, что проявится еще. Интересно так было. Но, как бы, на них страх Божий напал, хороший, хороший Божий страх, знаете, вот, хороший, значит, и я поехал, ну, мы с ними поехали домой, и, знаете, по дороге с того места мы ехали, я пережил еще одно чудо. Хотя, мне казалось, что уже стресса для одного дня вот так вот, знаете ли, чтобы что-то еще испытать в том дне. А оказалось, это только начало, самое это впереди было, оказывается. Представляете, я слышал Бога, вот, я не псих, знаете, я не слышу голосов. Вот, значит, и у меня ничего такого не было в жизни. Не до того, ну, не после того, уже 15 лет прошло, даже близко не было ничего такого. Вот, но, вот, за что купил, зато продал. Я слышал голос, громкий голос. Как будто, знаете, это вот такое было состояние, как будто в машине резко включили громкую музыку. Вот, я в машине обычно все время тихо включаю что-то, но я не люблю громкой музыки в машине, но, а здесь как будто резко включилась громкая музыка, и этот голос говорил мне. Но, самое интересное, жена была со мной, она не спала, значит, я, ну, на все сто был убежден, она все это слышит, конечно. Конечно. Самое интересное, потом выяснилось, она ничего не слышала. Один я слышал. А это было слышно, я думал, далеко за машиной моей было слышно. Вот так громко это было. И это было, это был вопрос. Три раза звучало одно и то же слово. Это было следующее. Ты это видел, только громко. Я не мог ничего ему сказать. Я понимал, что это он, но я сказал только, ну, даже не помню что. Вот наподобие того, что да, Господи, да. А третий раз он когда спросил то же самое, я уже даже ничего, даже я не мог ему даже сказать ничего в ответ. Вот. Но, когда третий раз этот голос спросил меня то же самое, что видел ли я вот это все, тот же самый голос так же громко сказал следом, следующее. Вот так будет и с церковью. И все. И куда пришел, оттуда пришел, оттуда пришел, туда пришел, непонятно. Вот понимаете ли, вот до сего дня уже 15 лет прошло, вот ничего такого не переживаю в жизни своей. Вот. И я, это было неожиданно для меня, это было просто шоком. Знаю тебе, никто что не говорил, хотя бы за минуту. Вот, Сережа, внимание, успокойся, сейчас Бог будет говорить с тобой. Вот. Хотя бы так, хотя бы. Я, может, как-то настроился бы как-то. Вот. А это ж, знаете, вот без всякого предупреждения. Вот. И так громко тем более. И, ну, это было для меня вот таким стокшивающим чем-то на самом деле. Просто невероятным. Вот. Но зато, зато я, вот все события того дня, я понял, что это было вообще. Что это было. Что, ну, по сути, я, получается, потрогал реформацию. Вот. Как оно будет. Бог может мертвый делать живым. Вот. А больное, неизлечимо больное, смертельно больное, может делать здоровым и очень быстро. Очень быстро. Вот. Во счета буквально. И, а дальше я ехал, и не было никакого голоса. Но это была моя мысль. Но это было из Гиблии. Вот этот стих как раз. 11.25 Иоанна. Этот стих, само собой, назойливо, но приятно, одно и то же вспоминалось. Я не мог ни о чем другом думать. Просто-напросто не мыслил ни о чем другом. Одно и то же. Десятки раз вспоминалось. Я есим воскресенье. Десятки раз. Одно и то же я вспоминал. Снова и снова. Я есим воскресенье. Потом еду дальше. Я есим воскресенье и жизнь. Воскресенье и жизнь. Тоже десятки раз одно и то же слышал Опять-таки, ну это были мои мысли А дальше Там, ну я запомнил тот поворот Вообще на всю жизнь, наверное Представляете, значит Мысль продолжилась вот так И верующий в меня Даже если умрет, оживет Ну я понимаю, в синодальном Нет этого, даже если, но мне так понравилось Как Это все вот так вот вспоминалось именно Интересно, что и верующий в меня Даже если умрет, оживет И вот с того момента Друзья Вот уже 15 лет, я живу вот этим словом Я живу этой ремой И вот эти Последние 15 лет Меня хоть ночью подними Хоть днем спроси Я не знаю, но я живу этим словом Просто живу И вот делюсь Как говорится, за что купил, за то продал Делюсь с вами Этим посланием Я есть им воскресение и жизнь Христос, Иисус Он есть воскресение и жизнь Воскресение и жизнь И, кстати, в одной церкви На Аляске Я там проповедовал Ассамблей Бога У них там очень интересный храм Кстати, вот нечто подобное С этими этими штуками И там, значит, по периметру Помещения этого Ну, у них свой храм Ассамблей Бога В городе Анквич И там, значит, у них флаги висят Ну, по-нашему, как хоруби И вот на этих флагах Имена Бога И имена Господа И ссылками на описание По всему периметру можно пройтись И вот все эти имена Десятки разных имен прочесть Очень красиво оформлено А по центру, как заходишь Прямо по центру Такая щербина Вот нету флага Место пустое Я там свидетельствовал об этом Чуди тоже Рассказывал Делился Молились мы И потом Пастор местной церкви Вот этой как раз Ассамблей Бога Майкл Он сам с Техаса Южанин Но почти всю жизнь прожил на Аляске Под Кровине С юга С самого юга Уехал на самый север Вот, интересно И он там Пастором этой церкви И он сказал Интересную вещь такую Что Вот, когда они построили здание Оформление вот этими флагами Было каждый раз по откровению Определенному То есть вот эти тексты Они вывешивали Именно получая Как церковь Определенное откровение Значит И вывешивали То есть не сами по себе Мы так оформляли все это А вот именно По откровениям Но вот По центру Вот эта щербина Вот все эти годы Пока наша церковь существует У нас не было Слова Вот для этого места И самое интересное Там и пророки У них учителя Значит И церковь довольно такая Ну духовная церковь Но одаренная Всячески Но вот эта щербина Она у них оставалась Десятилетиями Представьте Вот это Больше 30 лет Церкви Значит И он сказал Интересную вещь такую Что Сегодня я знаю точно Что будет у нас висеть Вот прямо по центру Воскресенье Я скажу Я скажу так Перефразировав Я никогда даже Никогда даже и Ну не знаю Не учил Никогда об этом Ну понятно За исцеление больных Всегда мы молились Но так Чтобы за воскрешение Мертвых Но после того Начались у нас воскрешения И притом Массово начались Десятки случаев Воскрешений Очень разных Притом Очень разных Значит Одно из первых Свидетельств Одна сестричка С нашей церкви Она Пела тогда Как раз И Знаете Интересно Спешил на работу Рассказывает И в метро Значит Умер бомж Значит Там стоял милиционер Значит И охранял тело Значит Накрытое уже Там Медицинские работники Уже Ушли Ну уходили уже Вот значит А тело оставили Оставили накрытым Потому что Вызвали труповозку Значит И Чтобы забрать тело Ну там Собрались Зеваки какие-то Туда-сюда Значит И Света такая интересная Она Я подбежала Значит И Милиционер Говорю Дядя А Дядя Милиционер Можно я помолюсь За Вот Вот этого Человека А он понял Видимо что Значит Это Ну как Может быть С храма Ну за упокой Отходную там Прочет Ну как бы Соответствующий молитв Какой-то Он же не предполагал Что будет воскрешение Вот И Ну помолитесь Помолитесь Значит Хорошо что Он догадался Его Как представителя власти Попросить Попросить Разрешение Очень важно Действовать правильно Вот В таких случаях Значит И Потому что Народ Потом стал Возмущаться Значит А Этот Человек Он уже Говорит Нет Пусть молится Не мешайте Не мешайте Пожалуйста Не мешайте И молиться Он как бы За него Как группа порядка Была Интересно А может Самому интересно Было ему Что дальше Будет Вот Она молилась За воскрешение А там А Света говорит Я загрыл глаза Потому что Чтобы не Ну как бы Значит Больше страха Даже Значит А слышу Заня там Уберите эту дуру Отсюда Значит Вот А медицинер Заступился за нее Говорит Не трогайте Не мешайте Пусть молится Девушка Вот Значит Она молилась И Этот Покойный Воскрес Значит И И Он еще Так Руку мою Говорит Сжал Сильно Говорит Значит Что вот это Еле отцепили И как раз Вот эти Пришли товарищи Забрать тело Вот А он Живой Ну как бы Ну забрали уже живого Еле отцепили Его руку И я как бы Не могла разобрать Что же он говорит Он пытался что-то сказать ей Только одну могла Смогла разобрать Понять И что Из того что он говорил Как бы Просто выдыхая Он говорит Спасибо Вот спасибо Спасибо Вот интересно даже Вот для него шанс Понимаете Но Света говорила правильно Интересная вещь Какую Что она Собиралась Пройти мимо Тем более спешила на работу Значит Но Вот был позыв именно Вот Молиться И слава Богу Что в этот момент Она вот Прислушалась Водимым Духом Святым Очень важно быть В такие моменты Вот И было чудо Другой случай был У нас братом Алексей Там священник наш Он Ехал Значит На въезде в гору Там значит Смотрит Машина Полицейские машины И Стоят эти Офицеры Значит И он подъехал Оказалось ДТП Машина Прямо в стол И молодой парень И он Я подошел Спросил Ну Что там Жмурик Отец Тоже Скорая Уехала И они Тоже Там Забрали Чтобы тело Потом Кого-то Вызвали И Эти милиционеры Стояли Просто Охраняли Как бы Вот это место Аварии Вот Значит И Я Помолюсь Можно Помолюсь Ну Пошамань Пошамань Отец А он У меня Такая ревность Я Я Не шаман Я Христианин А он Безряса Может А он Бреется Не сразу Как бы Понятно Что батюшка Короче Ну Ладно Я Я Священник Я Помолюсь Ну Помолись Короче Помолись Вот Значит И Они Там Стоят Ури В сторонке Значит И Молюсь Этого Пацана Молодой Пацан Молодой Парень Вот И Парень Воскрес Эти Милиционеры Стоят Аж У них Сигарет Попадало Они Рды Поразевали Смотрят Значит Что за чудо-юдо Жмурик Воскрес Как они говорили Жмурик А я думал Он воскрес Вот Это да Значит Ну И Забрали Того пацана Уже Больницу Получается Вот Значит И Другие Начались Случаи Тоже Удивительные И Чаще всего Это вот Экспромт Ну Не то что Это всегда Экспромт Ну Значит И К такому Нельзя Просто Ну Как бы Не знаю Привыкнуть Да Невозможно К этому Просто Привыкнуть И В поезд Ехал Тоже Там Пришли Эти Такие Заплаканные Две Проводницы Помолитесь Вы же Батюшка Ну да Говорю Священнослужитель Да Говорю Батюшка Вот Значит Помолитесь За нашу Женщину Умирает Я так Не понял А кто же Умирает Ну Как бы Оказывается Там они Вот это вот Где проводники Закрыли дверь Чтобы не пугать Пассажиров Оказывается Там Помирала Проводница Их Там был медицинский работник На месте Там Который констатировал смерть Там был Начальник Поезда Всего этого Вот Там были Проводницы С разных вагонов Которые сбежались туда На место Вот это Происшествие Этого Женщина Померла Вот этого Сильнейшего отравления Она была такая Черно-зеленая Ну страшно Глаза туда ушли Вот Лежала на кровати Это Где у них Купа проводников Это то что я видел Вот так вот Заглянув Туда Меня когда завели Но уже было поздно Когда уже туда зашел Врач вышел И начальнику поезда Сообщает Что Ну Отменяйте Я так понял Что уже вызвали Реанимационную На станцию Ближайшую Но Отменяйте Реанимационную Вызывайте Трубовозку Значит Начальник поезда По этой связи Своей Сообщает На станцию Что Отбой Реанимационной Машине Вызывайте Трубовозку У нас Труб тела Значит В нашем вагоне Сообщил номер И вот И что интересно Представляете Значит Я В этот момент Тоже Вот как важно В этот же момент Получается И дух Он действует Да И все И страх И вера И все Вот На какую волну попадешь Знаете Вот Настроишься Да Вот как в приеме Да бывает Раз На ду Вон попал Потом Опять сбился Что-то еще Важно Вот на этой волне Духа святого Да Вот я понял Такую вещь Потому что Он всегда Он Он вообще Потрясающий Он любую историю Он перевернет И вот значит И Я говорю Сразу этим женщинам Они стали плакать И еще больше Эти женщины Вот эти проводницы Я говорю Я даже не помню Как я начал говорить Просто говорю Что будем молиться За воскрешение Будем молиться За эту женщину Вот А эти женщины Плачут И говорят Мы не можем молиться А врач на меня Как на дурака Посмотрел Я не забуду Взгляд Знаете Прямо аж На кролика Но важно Не обращать внимания Но это просто Зафиксировалось В памяти Ну как для художника Для меня было Так вот Редко Такой взгляд Тем более По отношению к себе Я не встречал Таких Еще Вот сверлящих Таких Как Ленин И я начинаю молиться Женщины молятся Повторяют за мной Эти слова И я не помню Мы не каялись Мы что-то еще Там говорили Они повторяли Все это женщины Плакали Повторяли Вот Женщина вернулась Так Глаза у нее Снова стоят Сюда Она стала Вдыхать Дышать Что-то там Даже Вроде как Повторяли За нами Что-то даже Вот Врач Конечно В недоумении Уже не на меня Как на дурака Смотрит А уже на Всю ситуацию Как на Что-то такое Нереальное Он же специалист Он вот Вышел Знаете Как бы Одно Видел Но вдруг Видит другое Совершенно Это как говорится Нам не задавали Это мы не проходили Это Но это то Что в школе Христа Проходим мы опытно Все И не важно Кто мы Значит По нашей специальной Специализации Земной И Знаете Когда подъезжали К этой Станции То Да Врач Это Не врач Извиняюсь Это Начальник Он Значит Сообщает Тут же Таким возбужденным Голосом Сообщает На станцию Что Отбой Труповозки Отменяем Вызываем Снова Реанимационную А там Громко Слышно Ему говорят Да что у вас Там происходит Такое Чудо Вот это да Пробуждение Вагонного масштаба Едем Он сообщает Что нужно Реанимационная Машина Снова на станцию Одним словом Когда подъезжаем Уже к станции Женщина Настолько Хорошо себя чувствовала Уже не страшно Черная Такая Зеленая Нормальная Уже Что уже И разговаривающая И повторяющая Что-то И кстати Женщина Стали текаяться Там уже Сами Сами Я же ей ничего Не говорю Одна там сигареты Бросила Растоптала Сама Сама Вообще Представляете На нее так подействовало Что Да там Дух табакокурения Не смог В ней больше Удерживаться Значит да Другая там Что-то На такие вещи Говорила Что как бы Ну не знаю Даже верующие На исповеди Такие вещи Не рассказывают Она при всех Ну они там Все же мы будем узнать Как облуплено В принципе Но я-то Посторонний Человек и врач Тоже Значит Но Значит И дальше Интересно Отбой Сделали и Вот той Реанимационной машине Значит Женщину оставили В покое В этом Купе проводников Значит За ней работала Другая женщина Проводница Вторая Получается Да А вот А ее оставили И она сказала Что значит Что доедем до конца Там она живет И по месту В больницу Обратится Вот значит Проехали еще Две станции Эта женщина Она розовенькая Красивая такая Уже ходит По вагону Чай разносит Вот это да Правда Последние две станции Мне было ехать тяжело С репутацией Человек-отворца Да Хотя сейчас Я уже на них Думаю Что может Надо бы что-то Там какую-то речь Развинуть Не знаю Но опять Они хорошие Масля приходят Порой и посля Ну значит Или после драки Уже кулаками не машут Но по крайней мере Ну дело было сделано Женщина жива Здоровая И тем более На нее подействовало Все то что бы она Пережила И на любви Женщины подействовала Были другие случаи Были еще более Зрелищные случаи Но я значит Знаете Иисус говорил Что то что он делал И мы будем делать И Упаси вас Господь Думайте Я специально не буду Другие вещи рассказывать Потому что Если буду все рассказывать Подумайте Что великий четворец Вас посетил Или что-то еще В этом духе Ерунда все это На самом деле Не думайте об этом Великий четворец Наш Господь И он во всех Абсолютно во всех Даже если ты сегодня Только первый день Уверовал К примеру Ты сегодня можешь идти И воскрешать мертвых Сегодня Потому что Христос Когда он поселяется В нас верующих Это революция Это перемены Это все новое И единственное Что мешает нам порой Я так вижу По себе По своей жизни По негативным Неправильным вещам В своей жизни Я вижу Что часто мешает Наша идеология Наше религиозное зрение Наше христианство Наше образование Ну много-много всего Что мешает порой Вот А в принципе Богу нужно Просто любящее сердце Богу нужно Просто Вот действительно Вот Наша открытость К нему И к окружающему миру Знаете ли У нас там Одна группа Домашняя Началась в нашей церкви С воскрешения кошечки Мертвой кошек Но она Она правда Не совсем Была еще мертва Но уже кончалась Уже Все Значит ее привезли От ветеринара Которые говорят Надо только ее Уже усыплять А первый день Первая группа Начиналась у бабушки Одной Ну там дом Частный На двух хозяев И в одной половинке Жила бабушка Да значит С кошкой Значит И Представляете Значит она Уверовала Все Бог освободил Ее там От грехов Вообще Ну чудо совершил Вообще в ее жизни И представляете Перед открытием Вот группе Группы домашней В ее доме Кошка Ну она была Кошка уже старая Правда была уже И больная Но она вообще Разболелась так Что значит Что она племянницу Вызвонила Племянница Ездила к ветеринару Туда-сюда В больницу Анализы Брали Вот Для этой кошки И врач Сказала лишь одно Что уже и по возрасту Кошка И она больна И там у нее Там такое Оказывается Они тоже Раком болеют Я не знал Что кошки раком болеют Я как бы Не слышал даже раньше Вот Ну когда не соприкасаешься И не знаешь даже Вот И она уже больна Уже И опухоль И все Она уже кончается Последнее Ну можно только лишь Страдание ее Облегчить Усыпить просто Ее И все Ну Бабушка ни в какую Там значит Племянница Сообщалась с ней Бабушка отказалась Привези ее Ко мне Домой Значит Вот привезла эту кошечку А та Пытается заползти куда-то Там Ну как вот Знаете бывает Умереть где-то И Значит А я приехал Часа аж За два За три Наверное До начала группы Пораньше Ну пообщаться Я же не знал всю эту историю Оказалось хорошо Что Воврем Пораньше приехал Вот Думаю С Ниной Дмитриевной Поговорю Пообщаемся По душам О том О всем А здесь Она вся в связи Встречает меня У нее кошка туда Пытается заползти Будет Умирает И все А там еще Соседка Вниверующая С другого дома Пришла Она еще Тоже Ну плачете Все Ну это же кошечка Все таки А у нее Это все Единственная Душа Которая У нее Живет Вот И я так Девизор Тоже говорю И понимаю Что дух Хочет Вот Божий дух Хочет Чтобы кошка Была живая Чтобы и бабушка Не плакала Вот Молили за эту кошечку Она поправилась К началу группы Она уже никуда Не уползала Она успокоилась Не кричала То есть Она была уже Спокойна Она никуда Не ползала Она была с бабушкой Все там Все нормально К концу группы Она уже так Все Нормально Уже там Уже Там уже Велась Как уже Так Ну нормальная Кошечка Ведет Самое интересное Она прожила Еще Я не помню, сколько лет даже, но года три это точно. То есть она для своего кошачьего рода, она благожительница, будем так говорить. После того, она еще прожила еще несколько лет, может быть, даже больше, чем три года, я сейчас не скажу точно сразу, но не то важно даже. Я там у них на группе редко бывал, но мне братья рассказывали, что, значит, когда у них начинается группа, говорит, а я заходил, когда к ним приезжал, видел эту историю, на самом деле, своими глазами, а у них это, говорит, каждый раз. Начинается с молитвы, ну, как обычно, собираемся в комнате у нее там большой этой, значит, ну, так в кружок становимся, ну, и молимся, и кошка каждый раз на молитву с ними посреди садится, лежится, довольно, как паровоз. И вот, и кошка жила долго и счастливо, получается, и бабушку прожила, значит, слава богу, тоже, значит. И, понимаете, значит, для бога нет разницы. В другом стиле, в одном стиле мы начали служение, там, значит, люди как-то были, ну, немного, ну, не то что, ну, сильно закрыты, как-то, не особенно так жаловали. Вот, и, но бог дал решение, тоже необычное решение, с воскрешением коровы, да. Значит, но она, опять-таки, но тоже, она не совсем подохла, значит, она была на пути, как бы, смерти уже. Вот, значит, тоже там был ветеринар, бабушка плачет тоже, там, значит, одна с коровой, значит, корову не хочет резать, а врач говорит, ну, сейчас вы не зарежете, все, уже время, боже, поздно будет. Вот, значит, она уже помирает, уже все. Вот, значит, а там больная корова, вот, значит, бабушка плачет, значит, и вот начали с того, что молились за эту корову. Ну, корова поправилась, да, вот так вот, значит, вот так вот, хорошечко, хорошечко. Да, значит, после нее пошла репутация, и, правда, первые там месяца или два, там, молились в основном за поросят, за... Да, как бы странно, и такое немного пробуждение началось, но они, а с себя не увидели, что помазали вроде есть там на... Они за себя вроде не особенно так вот горели, за желанием, чтобы за них молились, а вот за вот... На кошечках тренируются, да, на поросятках, на коровках, там, ну, чё ж, вот, значит, всякое было, вот, много что было, вот, и тоже и за птиц молились, вот, и... В том числе и за воскрешение даже, вот. Кстати, я потом спрашивал там братьев с Питера, они говорят, мы, а мы в репцентре тоже помолили за воскрешение, значит, там, значит, там, ну, сама жизнь заставила просто. Вот, там, этих цыплят дали, значит, они, там, их доставляли так, что, значит, большая часть из них, ну, просто уже подохла по дороге, всё. А для нас, вот, каждая из них была просто, ну, ценность, молились, и почти все воскресли, ну, не все, ну, почти все ожили, очухались, и потом не слиялись, и всё там, и прочее. Вот так вот. Так что жизнь, порой, заставит нас на чудеса делать, как Божьи, да, вот, вынудит. И, но самое важное, самое основное, что действительно Бог, Он хочет, чтобы мёртвые были живы. Духовные мертвецы воскресли, не знавшие Бога, они узнали Бога, Создателя Своего. Если кого Бог воскрешает из мёртвых, то это для великой цели какой-то определённой, я считаю, шанс какой-то даёт Бог часто, исцеляет болезни. Опять-таки, я не знаю почему, иногда молишься, как бы, и просишь, и нету чуда этого, и иногда, ну, раз, как бы, и само собой, и при том, иногда чувствуешь, и не чувствуешь, и не поймёшь. Вот, но самое важное, я понял так, что меньше надо, вот, как бы, философства, больше доверять Ему, Богу доверять, любить Бога и любить окружающих. Я заметил, что, когда вот именно вот в любви, то оно и лучше, и действует. И даже если что-то не получается, ты не расчаровываешься тогда, если ты любишь, на самом деле. Это очень, ну, как бы, универсально, слава Богу. А касательно церкви, касательно народа Божия, скажу, что Господь хочет действительно номинальное христианство сделать реальным христианством. Номинальное христианство какое? Ну, чаще всего у нас христианство, оно, не только у нас в стране, вообще, в разных странах оно культурно христианство, да, вот, как бы, значит, традиционно, да, не переживая духовного перерождения, рождения свыше, но должно родиться свыше, действительно, духовно переродиться. И здесь вот эта шва, вот это покаяние, исправление, это чудо, что Бог совершает. Вот, и это как воскрешение из мертвых. А спящих Бог пробуждает, как и сказано, помните, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Аминь. И так же к Израилю, мертвое он оживляет, больное исцеляет, и Господь к нам действительно имеет огромнейшую любовь. И вот тот стих, который я вспоминал тоже, значит, и вчера тоже, вот я размышлял тоже об Израиле, и о церкви, и перед пришествием Иисуса спрашивали мудрецов, какой есть стих в писаниях еврейских, который бы открыл бы всю Библию, Тору, Пророков, все писания еврейские, и самого Бога. И вот интересно, мудрецы нашли этот стих в книге «Песни песней» Шир Гаширим. Очень люблю эту песню, песни всех песней, в книге всех книг. И там слова есть такие. «Они, то есть я, да, они, ле доди, ле доди ли. Я принадлежу моему воздубленному, воздубленный мой мне». Так переводчики сандальные переводят. А буквально я в нем, я всецело ему принадлежу, без остатка, он всецело мой. Мы одно, по сути, вот как я и отец одно, помните слова Иисуса? Прекрасно. И когда мы молимся, Он проникает в нас, мы проникаем в Него. И это потрясающе, это потрясающая жизнь. И в словах песни, там есть такие, при этом их поем тоже в собрании. Вот этими словами хочу завершить и благословением тоже. «Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру, на подножьях солотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру, на подножьях солотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Время пения настало, колубица чистая. Пусть Господь благословит всех нас, дети Божьи, пребывайте в любви Бога. Пусть никакой бес, никакое обстоятельство, никакое происшествие, пусть ничто и никто, никакое творение и какая тварь, действительно не замутит образ Божий в нас. Даже никакой тени сомнения в любви Бога. Пусть уйдет всякое сомнение, всякое сомнение в любви Его, всякое сомнение в Его верности. Он доказывает нам свою любовь. И Он доказал однажды и навсегда, ко всему миру, Свою великую любовь, отдав Своего Сына за нас. То есть Он серьезно, серьезно, очень сильно, серьезно любит нас. И этому есть вернейшее доказательство. Слава Богу. Я благоставляю вас словами благословения священнического из четвертой книги Моисеева, из чисел, шестая глава. В конце шестой главы книги чисел есть слова благословения священников, которые Бог дал, чтобы благословляли сынов Израиля. И Бог говорил, и я благословлю их. И сегодня через Ишуа Машиаха, через Иисуса Христа это благословение для всех и вся. Это благословение для всех любящих Бога, для всех верных, для всех, кто призывает имя Господне. Сегодня это благословение для всей нашей истрадавшейся планеты, друзья. Благословляем Землю. Последствия греха, они видны и в земле, в растительном мире, в животном мире. Но самые страшные последствия греха, они вроде человеческого. И сегодня, через Иисуса Христа, Бог действительно спасает грешников. Бог совершает чудо духовного перерождения, рождение свыше. И вот уже вначале было сказано, что кто или в первый раз, или может не в первый раз уже, в собрании в этом или в подобном собрании, или кто-то из тех, кто смотрит видео, потому что вот с помощью этих записей можно иметь служение уже после служения этого. Так вот, примиритесь с Богом, друзья. Примиритесь с Богом. Бог со своей стороны примирился с нами. Знаете ли, первым просит прощения чаще всего даже не самый виноватый, а самый сильный, самый любящий, самое главное. Он самый любящий, самый сильный. И Он первым попросил прощения у нас, отдав свою жизнь за нас. И со своей стороны Он в мире с нами. Он не враждует с нами. Вражда всякая пригвоздена, пригвоздена была ко Кресту. Прекратилась 2000 лет назад. Вражда это и есть в этом мире, но она есть здесь, и есть здесь, в человеческом сердце, да, в разуме человеческом. Но в Божьем сердце нет этой вражды. Абсолютно нет. А в Божьем сердце, в Его разуме, в Его нет абсолютно ни тени, никакой вражды. Если даже, я скажу, не сомневается, какая душа, представь то, что Бог совершил ради тебя. Пролил свою кровь, отвергся по руганию, уничижению. Он отдал свою жизнь за нас. Кровь свою пролил. Это самое сильное доказательство любви. Нет больше той любви, которую Он доказал, отдав свою жизнь за нас, за друзей своих. Слава Богу. Поэтому будем молиться сейчас. Бога благодарить за все. Давайте встанем, возлюбленные. И обратись, душа родная, в дом Отца скорее вернись. Бог готов грехи прощать, отворить дорогу ввысь. Сегодня день спасения. День возвращения. Сегодня день милости и благости Божьих. И прошу Господа сегодня о том, чтобы Его светлое лицо было обращено сегодня к нашему собранию. И ко всем, кто не смог быть сегодня здесь. Но телом отсутствует, но духом присутствует. Чтобы получил также это благословение. Прошу сегодня Бога также о благословении на Израиле. Паки и Паки. Снова и снова прошу. О благословении на Израиле, на Иерусалим. Благословение на народ Израиля. На всех евреев, находящихся в земле святой. И так же и у нас, и в России нет. Боже, благослови. Отец, и благослови сегодня молитву нашу, как фимиан, как благоухание к престолу славы. Боже всемогущих, всемогущих. Благослови народ своим миром, своим шаломом. Благослови, Господь, во имя Сына, Своего, нашего Господа, Искупителя, Спасителя Иисуса Христа. И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Благодарю Тебя за кровь святую, которой мы искуплены от суетной жизни, которой спасены, совершенно спасены. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя, милостивый Бог, Бог, добрый отец, Ты настолько добр истинно, что по сравнению с Тобой, любой земной отец, даже самый днэ добрейший добряк, он злой. Но если мы, земные отцы, можем даяние давать благие детям нашим, родителей, отцы и матери, Боже, тем более Ты и дашь Духа Святого и всякое благо, Боже Святой, благослови, Ты, болящих истеляющих, мертвых воскрешающих, нищих обогащающих, печальных истеляющих, отчаявшихся, восстанавливающих и укрепляющих, Ты, Бог, оттирающий всякую связу сочиняши, Ты, Бог, Святой, вдохновляющих, Ты, Бог, Святой, оживляющих, истеляющих, спасибо за все, от Тебя всякое даяние благое и дар совершенность выше от Отца Света. Спасибо, Господь, спасибо, Боже, Собожущий, благослови Израиля, благослови сегодня, Боже, народ свой, благослови всех, евреев, и здесь, в Москве, и в России, по всему лицу земли, а наиболее тех, кто, тех счастливчиков, что уже в земле святой, в той, которую Ты определил, Господь, и нам спасибо. Благослови, Господь, сегодня Москву, благослови сегодня, Россию, благослови сегодня, всю нашу страдавшуюся планету, потому, что вся тварь стинает и мучается, ожидая откровения, сынов, твоих, откровения, сынов, это чудес, этот ты, Бог живой, весь растительный мир, весь животный мир, все сущее на этой земле, все стинает и мучается, а наиболее человеческий род, мучаясь самого себя, мучаясь в этом страшном разделении от Тебя и от друга, Боже святой, но Твое откровение, исцеляющее землю, исцеляющее растительный мир, исцеляющее животный мир, исцеляющее всех человеков, это и есть то, что Ты примирил с Собою миром, не вменяя людям преступлений наших, во Христе и Иисусе совершил спасение и через кровь Иисуса Христа пришло избавление, исцеление, освобождение для рода людского. Благодарю Тебя и пою Твое благословение, которое Ты дал моей семье, которое Он передал по огромным и сынам Его. Пою это благословение на моих братьев, сестер, на Твоих сыновей, дочерей. Пою это благословение, Боже, и пусть Твое светлое лицо будет обращено к нам, чтобы благословлять. И пусть сердца людские не ожесточаются, но тают от любви Твоей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И благослови Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 назад. Уже нет надежды на них. Боже, но есть еще больше и больше надежды на Тебя, Господь. Ты, великий Четворец, в эту эпоху совершай свои чудеса. Ты говори ему даже, что мы верующие больше совершим, чем ты в земной жизни временной на протяжении своего земного первого служения тобой, Господь. Спасибо. Благослови народ с твоим миром. Благослови. Спасибо, Господь. Спасибо. И завершаю словами апостола Павла из послания к Ефесян, с первой главы, с третьего стиха и далее. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы, благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Аминь. Господь, я благодарю Тебя. Пусть слова Твои, многие другие, Павлова, эти слова, молитвенные, они сегодня звучат в нас, верующих, потому что Ты сегодня тот же самый, Господь, что вчера. Христос воскрес, братья и сестры, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, воскресшие, проставьте воскресшего. Аплодисменты. Давайте, друзья, мы с вами с благодарным сердцем, да, мы помолимся и мы благословим, как принявшие благословение, да, не знаю, как Вы, но я чувствую определенное такое благословение, оно на нас. И что-то Бог просто высвободил, Он чем-то благословил нас. Если быть более конкретным, то не бойтесь воскрешать мертвых, молиться за больных, изгонять бесов, проповедовать Евангелие с дерзновением. Аминь. Исцеляйте больных, исцеляйте, не бойтесь, это не так страшно, как кажется. Вот, исцеляйте больных, потому что Господь в нас, и Его руки, вот это наши руки сейчас, и мы не бойтесь поэтому. Я это и себе говорю, потому что часто тоже позорюсь, так бывает, что позыв есть, а я на своей волне, ухожу с этой волны. Это неправильно. И каждый раз я вижу, что Бог огорчается, Дух Соби огорчается. Он продолжает любить, но Он хочет не только нас же благословить, а многих вокруг нас. Поэтому совершайте это все во имя Господне. Аминь. Мы тогда благословим, да? Да. У нас есть представители еврейского всего народа. Аминь. И также языческого всего мира. Вот, поэтому давайте мы с вами благословим. Мы благословим, чтобы ваше служение, оно просто расширялось, оно приобретало еще больше и больше влияния. Чтобы чудеса и знамения не только умножались, чтобы люди спасаемые, они умножались, чтобы еще множество церквей были насаждены. Потому что, ну, я, конечно, иногда так забываю, перед нами архиепископ. Вот, есть тоже достаточно церквей, которые в его служении они были начаны. И это все даже не только в одной стране. И я понимаю, что это тоже определенное влияние по всему миру. Пусть это идет, пусть это умножается. Аминь. Поэтому мы тоже благословим. Аминь. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это слово. Благодарим Тебя, Господь, за этого помазанного человека, которого Ты, Господь, привел к нам. Мы благодарим Тебя. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты своим благословением еще больше распространил влияние этого духа реформации, этого помазания реформации, Господь. И пусть Его служение, оно распространяется по всему лицу земли, Господь. Пусть люди, слыша, они просто преображаются, они реформируются в своем разуме, они реформируются в своих сердцах. И пусть преображается православие, пусть преображается протестантское, пусть преображается католицизм, Господь. Пусть все христианство по всему лицу земли, оно преображается весь путь. И пусть, Боже, Твоя благодать, которая есть на Твоем сыне, она умножается сильнее с каждым днем. Пусть чудеса, знамения, они сопровождают все больше и больше. Мы благословляем сейчас, как церковь. Мы благословляем и прославляем и прославляем Твое великое имя. И мы благодарим Тебя, что Ты слышишь, Ты распространяешь. Мы благословляем также Его семью, благословляем Его жену, Его детей, Его хнука, Господь. Пусть Твое обеспечение, Твое благословение, оно проявится во всей Твоем роде. Господь, я ввесь в мою славу на всей семье во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, что Ты слышишь, Ты отвечаешь. Давайте, Владимир Иванович, еще молитесь. Горель. Господь, к Тебе наша молитва, к престолу Твоему, хвалебная. Господь, пусть Твой Сын возлюбленный, Он даже еще не представляет, насколько Ты еще возвеличишь Его. Ты поднимешь Его на те высоты, о которых Он даже не мечтал. Ты приготовил для Него великое будущее, как для тех же апостолов. Веди Его во всей жизни Его. Пусть Твоя рука всегда пребывает на Нем. Твоя благодать сопровождает Его, Его семью, Его детей, Его внуков и правнуков. Господь, мы благословляем на этом месте все Его служение, все. Пусть будут сверхъестественные чудеса, где Господь будет прославляться в Твоё имя, Твоё, Господь, на Его служение. Господь, во имя Иисуса Христа, все, что Ты приготовил, там и в небесах, было здесь, на земле, в Его жизни, в Его церквях, в Его будущих церквях, в церквях, которых Ты Ему ещё доверишь. Но прославишься Ты, Господь, Ешуаха во всех в Его жизни. И всё забрание скажет Аминь! Давайте вам благословим Господу! Аминь! Благословим Господу! Давайте ещё посадим в славу Богу! Давайте присядем ещё ненадолго. Я постараюсь несколько объявлений. Первое, с чего...